здравствуйте коллеги наш пресс-центр продолжает свою работу на retail week рядом со мной новый интересный спикер здравствуйте представьтесь пожалуйста какую компанию представляете здравствуйте меня зовут татьяна комиссарова я представляю высшей школы экономики и я руководитель центра развития компетенции в маркетинге татьяна скажите пожалуйста вы были спикером в нашей деловой сессии она закончилась вот только что очень интересно ваши впечатления какие вопросы поднимались но сессия называлась retail поэтому она очень интересна потому что вся неделя посвящена ритейлу но она была посвящена как раз мясному конгрессу там прибыли представители как мясопереработки так и собственно говоря производства мяса я выступала как эксперт по управлению поведением потребителей то мой конек в маркетинге я маркетолог и с большим интересом наблюдаю как ведут российские потребители тем более что сейчас мы имеем дело уникает мы имеем дело с уникальной ситуации потребители с одной стороны в к вид изменили поведение сейчас у нас расслабление тоже 2 то что называется расслабление второй год и очень сильно меняется поведение и собственно говоря мы пытаемся разобраться на что же обращать внимание и на что ориентироваться производителям и продавцам предлагаю новую продукцию вот поэтому сети была огонь как это говорят сейчас и она действительно была очень интересна очень хочется узнать буквально тезисно может быть пару фраз о том как изменился покупатель какие новые тренды у человека покупающего сейчас знаете парадокс состоит в том что для любого производителя особенно владельцев крупных комбинатов всегда важны объемы производства а вот сегодня объемы производства можно скорее всего получить или продать да только когда вы продаете очень традиционную продукцию хорошо известную потребителю мы не знаю докторскую колбасу что ли да или просто вот кусок мяса а вот остальные группа потребителей связи с тем что было очень много внешних воздействий и это меняло поведение человек стремился получать удовольствие да ему нужно было как-то компенсировать стрессы очень многие даже отказались от диет но для того чтобы сохранить внутреннее равновесие да и нервную систему и они все время лакомились а это значит что появилось много людей которые до этого до были зожевцами декларируемый зож семейный зож там 6 типов зожевцев и для каждого зожа и совершенно разные понимания новой продукции а это значит даже если мы возьмем в качестве основы для создания новой продукции для зожевцев то у нас уже есть ассортимент из шести продуктов которые можно производить разным группам и вот представьте себе что такая ситуация повсеместная на рынке огромное количество небольших групп потребителей у которых меняется по и поведение и они хотят пробовать что-то новое и я обратила внимание коллег что мы сейчас используем методологи которые раньше использовались только при создании цифровых продуктов цифровые продукты они быстро создаются начинаются с базы тестируются на потребителях то проживают очень быстро жизненный цикл и меняются так вот нужно иметь так называемые корр продукты до который будет давать вам достаточный доход для того чтобы покрывать операционные издержки ну да та же самая докторская словно докторская колбаса и постоянно создавать новые продукты которые будут позволять удерживать и создавать впечатления и эмоции у Ваша группа потребителей, те самые, вы создаете новые потребители для себя. Другого пути сейчас для мясопереработки просто нет. Это невероятно интересно. Я очень хочу позавидовать тем людям, которые были у вас на сессии и услышали это вживую. И хочу обратиться ко всем. Друзья, ждем вас на нашей выставке, потому что такие жаркие споры, такие интересные инсайды только у нас. Спасибо вам большое за такое интересное общение. Спасибо. Спасибо.